Как построить натальную карту? Индивидуальный гороскоп по натальной карте составляется по личным данным и существенно отличается от предсказаний по знаку Зодиака. Опираясь на информацию о дате, месте и времени рождения, натальная карта отображает положение небесных тел в Солнечной системе на момент появления на свет новой жизни. Уникальная астрологическая картинка не повторяется несколько тысяч лет. Натальная карта формируется в виде астрологической диаграммы, отображающей позицию планеты звезд относительно даты рождения человека. Планеты, нанесенные на натальную карту, разделены на 12 астрологических домов. Анализ каждого дома позволяет сформировать гороскоп о конкретной области нашей жизни. Составляется информация о личности в целом, о материальном благополучии, о взаимодействии с обществом, о работе, здоровье и дыре. Аспектах Характер взаимодействия между звездами в каждом доме оказывает прямое влияние на жизнь человека. Природные стихии в натальной карте отвечают за душевное и эмоциональное состояние. Натальная карта позволяет охарактеризовать человека независимо от состоявших гася образов, что позволяет посмотреть на него другими глазами. Совместимость мужчины и женщины по натальной карте При проверке взаимоотношений двух людей составляется натальная карта совместимости партнеров. Охарактеризовать можно как деловые отношения, так и любовную связь. Совместимость по натальной карте помогает выявить точки соприкосновения между людьми и предупредить возможные сложности и конфликты. Полезным источником информации становится натальная карта для будущих супругов. Помимо сексуальной связи важно установить духовный контакт. Перед заключением брака человек имеет возможность раскрыть сущность взаимоотношений. Понять, что общего между двумя близкими людьми помимо физического влечения. Независимая оценка с помощью натальной карты помогает отыскать подводные камни для укрепить отношения на длительный период. Развея в собственные заблуждения можно трезво оценить перспективы будущего брака. Натальная карта совместимости по дате рождения Чтобы установить совместимость по дате рождения между двумя партнерами, нужно рассчитать натальную карту у каждого в отдельности. Совмещение астрологических характеристик называют синастрия. Понятие появилось и сочетание двух слов «астро» – «звезды» и «син» – совместимость. Накладываются два рисунка натальных карт. Единое целое помогает выявить взаимные аспекты. О гармоничных отношениях свидетельствует большое количество синастрических аспектов между планетами. В зависимости от их расположения выявляется самая крепкая связь между людьми – любовная, партнерская, материальная и т.д. натальная. Карта совместимости по дате рождения помогает укрепить дружеские связи, наладить отношения между родителями и детьми. Как рассчитать совместимость по натальной карте? В графе место рождения указывается населенный пункт или самый приближенный район к вашему местонахождению. Определить свои графические координаты можно с помощью онлайн-сервисов. В графическом изображении будут отображены все космические тела исследуемых партнеров. С интерпретацией гороскопа совместимости. Как определить совместимость по натальной карте? Самостоятельно определить совместимость по натальной карте можно несколькими способами. Для точного результата составляют комплексную характеристику. Расчет натальной карты совместимости нужно начинать с положения Луны у каждого партнера. В зависимости от того, в каком знаке находится небесное светило определяются внутренние подсознательные желания мужчины и женщины. Рассмотрим несколько идеальных сочетаний партнеров, у которых Луны находятся в разных знаках, Луна вовне идеальную. Пару составит Луна вовне и расположение Луны в знаке Льва. Луна в Тельце еще один телец составит вам веселую компанию, также подойдут Луна в Деве и Луна в Козероге. Луна в Близнецах идеально совместима с Луной в воздушных знаках весы и водолей. Луна в Раке построит теплые и заботливые отношения с аналогичным знаком, положительными для брачного союза являются Скорпионы и Рыба. Луна в Ольве составит идеальную пару со Стрельцом и Овном, а Луна в Весах составляет гармоничное сочетание с Луной в Близнецах и Водолеи. Луна в Деве совместима с Козеровом и Девой, а Луны в Рыбах совместима с Луной в Деве и Скорпионе. Еще одни варианты проверки совместимости по натальной карте заключаются в сравнении положения Марса и Венеры. Их нахождение в астрологическом доме рассматривается индивидуально для каждого знака. Марса – агрессия, конфликты, поэтому его расположение по натальной карте может вредостеречь от конфликтного брака. Расположение Венеры определяет совместимость любовных взглядов партнеров, подскажет, что ждут партнеры друг от друга при проявлении чувств. Седьмой дом натальной карты. За совместимость по натальной карте в супружеских отношениях отвечает седьмой астрологический дом. В этой области карты должна находиться благотворная планета, в противном случае будущий союз будет нуждаться в корректировке отношений. Если у одного из партнеров в семи доме присутствует Солнце, то он будет занимать лидирующее положение в отношениях. Партнерам придется проходить процесс притирки характеров. Планета Марса в семи доме означает конфликты между двумя людьми, сгладить которые могут только мудрые решения. Нахождение Сатурна в семи доме натальной карты у одного из партнеров потребует терпения и выдержки от второй половины. В таком союзе очень важно четко разграничить обязанности. Нахождение в седьмом астрологическом доме небесных тел Раху и Кит указывает на отсутствие взаимопонимания и общих интересов между партнерами. Такой брак обречен на одинокое сосуществование в одном помещении. Натальная карта совместимости с расшифровкой. Совместимость по натальной карте с расшифровкой базируется на нескольких важных моментах расположения планет в одном знаке. Говорит о схожести энергетик двух людей и указывает на их совместимость. К примеру, сочетание Марса и Солнца в одном знаке указывает на сильную мужскую энергию доминирования над женщиной. Венера и Луна в одном знаке отражают чувственный эмоциональный женский характер. Чем больше планетных соединений, тем крепче отношения и лучше взаимопонимание между партнерами. Благоприятное символичное значение для построения отношений между двумя людьми отражает совместимость стихий. Например, и у мужчины и у женщины в одном знаке совмещены стихии Земли и воздуха. Напряженные аспекты между планетами в виде квадратов или оппозиционных линий предупреждают о несовместимости партнеров. Прежде всего, стоит обратить внимание на аспекты от Сатурна, Урана, Плутона. К примеру, напряженные аспекты в мужской натальной карте от Сатурна и Плутона к женской луне и Венере предупреждают о болезненных отношениях и женских слезах. Анализ совместимости по натальной карте подразумевает множество вариантов совмещения планет и аспектов. Понимание потребностей и желания партнера позволяет корректировать свое поведение и выстраивать взаимопонимание. Результат совместимости по натальной карте не выдается за пять минут. Для полноценной расшифровки астрологу потребуется несколько дней. Интересные статьи по эзотерике.